Доброе утро, друзья. 11.03. Всем тем, кто старше 16 лет, следует слушать с этого момента программу «Урнайт сегодня». Значит, друзья, напомню о том, что мы звучим на 99.6 в Москве, либо онлайн на финал.фм. Сегодня 26 ноября, если вы не смотрели в календарь. 2019 год, если вы совсем никогда не смотрели в календарь. И мы обсуждаем традиционно новости ушедшей недели в области цифрового пространства, социальной сети, интернет-бизнеса. Ну, в общем, вы поняли. Меня зовут Максим Спридонов, а гость этого выпуска Шахар Вайсер, основатель и руководитель сервиса GetTaxi. Шахар, приветствую тебя. Доброе утро. И Андрей Гавриков, генеральный директор маркетинговой группы «Комплета». Приветствую. Привет, Максим. Чуть ближе микрофон, пожалуйста, Андрей. Спасибо тебе. Значит, главные события, которые будем обсуждать, коллеги, скажу вам, расскажу нашим слушателям. Главные события, которые кажутся в спектре нашего внимания, следующие. Крупнейшие IT-компании «Рунеты» заключили соглашение о непереманивании сотрудников друг у друга. Ну, вы слышали, да, о том, что «Параллельс», «Яндекс», если память не изменяет, «Мэлру», кажется, в этом всем. Правда, оно однонаправленное. Это инициатива «Параллельс». Ну, поговорим об этом и вообще о кадровой ситуации на IT-рынке. Создатель соцсети ВКонтакте обвинил основателя Лиги безопасного интернета в медийной атаке на соцсеть. С целью, собственно говоря, получить долю в этом проекте. Как утверждает Павел Дуров, так ли это, не так, мы пока не знаем. Будем обсуждать. Следующая новость, которая также будет главной, может быть, самой главной в этом выпуске. Мы обсудим ее ближе к концу программы. Google начал сбор подписей в защиту свободного интернета в свете угрозы, с его точки зрения, перехода контроля над глобальной сетью к чиновникам ООН. Ну, и более широко, вообще, чиновникам разных стран, потому что на той конференции, которую мы обсуждали, будем обсуждать, вернее, и которой побаивается Google, возможно, некие инициативы, дающие большие возможности по контролю сети со стороны исполнительной власти разных стран. Вот, значит, это главное, о чем пойдет речь. Ну, а сейчас, коротко о тех событиях, которые оказались не так важны, однако все-таки интересны. Итак, законопроект, присматривающий штраф за незапароленный Wi-Fi, внимание, незапароленный Wi-Fi, рассмотрен в первом чтении Госдумы. Предполагается ввести штраф в размере 15 тысяч рублей. Автор законопроекта известный депутат Мизулина, автор закона о черном списке сайтов. Как вам такая история? Готовы платить, например, Андрей? Ты готов платить штраф, если вдруг случайно не запаролишь свой домашний Wi-Fi? Ну, честно говоря, конечно, нет. Похоже, у нас не работает микрофон, коллеги. Андрей? Да-да. Вот, работал. Ну, смотрите, инициатива-то понятно, для чего это все делается, к чему это все ведется. Хочется какой-то безопасности получить, но по-нашему, по-российски. Люди вообще от желания безопасности очень многие глупые вещи делают. Да-да-да. Честно говоря, в идеальном, скажем, обществе таком, если рассматривать безопасность, которая создается, должны, наверное, быть какие-то отдельные аккаунты, логины, которые позволяют тебе универсально пользоваться интернетом в различных местах. То есть лучше бы понимать, кто выходит в интернет под каждым айпишником. С одной стороны. Да. А с другой стороны, понятно опасение нашего государства, для чего это все делается. Потому что инициатива-то это государственная, в первую очередь. Ну да. И? И, честно говоря, мне кажется, проект немного сыроват, который рассматривается так же, как и черные списки. И хотелось бы, наверное, как-то более доработанно и конкретику видеть. В каком-то фильме или мультфильме было такое. Ну что, бояре? И вот у нас в фильме такое вот, когда обращаешься к интернетусовке, ну что, мол, ребята? И вот они, как те бояре, сомневаемся мы. Вот любые инициативы государства у нас вот, мне кажется, так следует принимать. И так принимаются с этим сообществом. А ты, Шахар, как относишься? Ну, мне кажется, профессиональности какой-то не хватает всегда, когда затрагивают у нас технологии. И пытаются, мне кажется, осматривать что-то другое, как есть два мира. Мир меняется, и, мне кажется, подходить к нему с тем мерилом, который был до этого, тоже не совсем правильно. Это, когда прочел это немножко, ну как бы я подумал, что это шутка на самом деле. Нет, ты видишь, прошло первое чтение в Госдуме. Да, вот я об этом и говорю, мне кажется, немножко профессиональности не хватает у нас, когда мы обсуждаем технологии, и государство технологии должно, может быть, какое-то иметь центр технологического профессионального знания. Ну, в общем, да, согласен. У них есть проблемки с этим, дай бог, у них эти проблемы будут потихонечку как-то расходиться и превращаться в собственную противоположность, потому что иначе законопроекты будут и дальше возникать довольно странные. Едем дальше. Владимир Путин предложил учрить фонд для финансирования общественно значимых гражданских инициатив в интернете. Значит, что интересно, как вот мы обсуждали за эфиром, при этом фонд это несколько сот миллионов рублей, как он сказал. То есть фонд, в общем-то, ну, для частного лица это огромные деньги, для огромной страны несколько сот миллионов рублей. Это, в общем, один хороший проект поддержать так, по-серьезски, да, получается? Да, ну, опять же, как бы, всегда за, когда говорят о том, что появляется дополнительное финансирование для предпринимателей, это всегда замечательно, и особенно, когда это стимулируется и государством. Другое дело, что обычно во многих странах государство просто делает льготные условия для инвестиционного капитала быть там. И это более эффективно. То есть, другими словами, вместо того, чтобы давать ту или другую сумму, которая всегда будет ограничена, и непонятно, как будет продаваться. Дайте налоговые льготы. Дайте льготы или условия, при которых внешнему капиталу выгодно и правильно инвестировать здесь, в те или другие области. Но, опять же, сам факт того, что вообще на это смотрят, сам факт того, что называются хоть какие-либо суммы, уже хорош. Действительно, опять же, мы возвращаемся к профессионализму. Наверное, сумма в этой области, когда говорят про венчурный капитализм, говорит сотню миллионов рублей, это неадекватная сумма для страны. Кроме всего, Андрей, вот ты слышал, возможно, то, что почему-то подобного рода гранты часто уходят в непонятные руки из государственных закромов. К сожалению, да, это не новость для нашей страны. И, честно говоря, Шахар затронул абсолютно правильную вещь, что это хороший маячок, такой сигнал, да, на нашем рынке, что государство уже серьезно воспринимает эту отрасль и хочет как-то инвестировать, помогать, развиваться. Но не хватает именно на уровень компетенции в самом государстве, в контролирующих каких-то органах людей, скажем, с нашей отрасли, которые могли бы там быть, и помогать это развивать профессионально. Сейчас же это делается, как есть какой-то тренд общемировой, все инвестируют в это, развиваются, помогают, Силиконовая долина, прочее, начинание с Колково. Но, опять же, там нет нашей гвардии, которая как-то помогала бы это все делать. Я тебе скажу, знаешь, почему нет, скорее всего? Это потому же, почему нет достаточного количества преподавателей в области интернет-мартинга, например. Мы с тобой этим занимаемся, сейчас мы с тобой коллеги в этом отношении в рамках проекта образовательного, который я веду, а ты там преподаешь. Так вот, проблема в том, что практики сегодня настолько редки, настолько их мало, они делом заняты, они проекты делают, они деньги пилят. Идти заниматься в правительственные комитеты какие-то, там сидеть экспертами, к тому же с людьми не очень образованные в этом деле, ну просто нет времени и желания. То же самое преподавать, нет времени и часто желания. Вот тут такое, мне кажется, дело. К тому же, дополняя вот эту новость конкретно и предыдущую, скажем такой кейс нашей практики, к нам обращалось одно из отделений, которое занимается информационной безопасностью. И то есть вот наша компания выступала как консультанты при одном уголовном административном рассмотрении. То есть специалистов штатных там по факту как бы не было, которые могли бы разобраться, что такое ДМС, что такое доменные имена, как они переадресуются и где там, собственно говоря, нарушения. Они хотя бы понимали, о чем вы говорите, кстати говоря, это интересно. Честно говоря, не очень. Это страшно, когда уголовно-процессуальные всякие процедуры проводятся без понимания глубокого. Ну хорошо, едем дальше. Владельцы MySpace, это известная социальная сеть, прежде лидирующая в мире, как вы помните, собрались просить у инвесторов 50 миллионов долларов на перезапуск в соцсети. Об этом сообщает издание Business Insider. Шахар, как думаешь вообще, стоит MySpace перезапускать, есть ли в нем еще какой-то дух воина, как это говорят, и способность чего-то из этого вырастить? Ну, такой запал в нем был. Еще совсем недавно это был действительно центр музыкальной тусовки. В конечном итоге, неважно, как... Центр молодежной тусовки был недавно. Там очень правильный подход был. Это MySpace был marketplace. Другими словами, у тебя было огромное количество музыкантов и тех, кто хотел слушать их музыку. И, как в любом успешном marketplace, основа полагает то, насколько у тебя много supply, насколько у тебя много источников. И вот MySpace как раз был силен из-за того, что у него было огромное количество групп, которые там размещались. Это то, что, собственно, и привлекало, и делало его центральной точкой входа. С тех пор много воды утекло, я не знаю, насколько сейчас есть шансы. Они пытаются соревноваться со Spotify. Сам Spotify, который безумно успешен, с одной стороны, до сих пор не прибыльный. Поэтому думать о том, как сделать еще вторую компанию, которая будет с ней конкурировать. И у Spotify больше финансирования. И они по-прежнему, еще раз повторюсь, не прибыльны. У MySpace есть одно преимущество. У них по-прежнему есть права на те самые группы, которые там размещались, которые им не стоят тех денег, которые они стоят Spotify. Ну, в общем, шансы есть. А как сложится, посмотрим. Да, так получается. Последняя новость осталась у нас минутка, буквально до конца обсуждения экспресс. В начале программы. Хотелось бы мне прокомментировать каким-то образом слухи о том, что якобы Facebook и якобы Yahoo ведут переговоры о создании некой поисковой технологии или соцсети. О неком объединении. Вообще, как вы видите возможный альянс Yahoo и Facebook, Андрей? Ну, смотрите, как мы уже видели последние новости, это действительно якобы. Потому что все отнекиваются и говорят, что такого не происходит. Это часто бывает, когда на самом деле происходит, но рано говорить об этом. Да, узнаем об этом позже. Ну, смотрите, все мы прекрасно понимаем, что это две огромных контент-площадки, которые содержат огромное количество персональной информации. Тренд последних лет полностью к персонификации вообще данных. И это будет просто чумовой, наверное, мощный инструмент маркетинга и продаж. И для той компании, и для другой. То есть более тонкий контекст, например, с точки зрения маркетинга, я говорю. Да, более тонкое понимание потребностей конкретного пользователя, уже конкретного человека. Ну, мне кажется, что Yahoo, не продавшись Microsoft в свое время, это было когда, примерно несколько лет назад, у них вот-вот должна была бы быть сделка, но они не продались. Она сейчас ищет возможность найти какой-то еще альянс, который позволил бы им выстрелить и снова получить новую жизнь. Через минуту мы продолжим обсуждать главные новости глобальной сети. Расскажем о своего рода пакте о ненападении, исключенном крупнейшими компаниями RUNET. И снова добрые друзья, это RUNET сегодня, 11.17 уже, близорукость подвела в Москве. Значит, а мы говорим о главных событиях ушедшей недели в цифровом пространстве. Поговорив в экспресс-обсуждении о некоторых событиях, значимых, но не настолько, мы начали говорить о тех новостях, тех трех новостях, которые редакция отобрала для основательного и основного обсуждения. Меня зовут Максим Спиридонов, о гости этого выпуска. Напомню, Шахар Вайсер, основатель и руководитель сервиса GetTaxi, и Андрей Гавриков, гендиректор маркетинговой группы Комплета. Коллеги, вы оба руководители компаний в этой области. Как у вас обстоят дела с привлечением новых сотрудников с удержанием имеющихся? Шахар, у тебя как? Это всегда было, есть и будет фокус компании. Самое сложное и самое важное — это найти сильную команду. Поэтому эта новость мне близка сейчас будет. Мало людей на рынке, скажи мне? Очень мало. Андрей, ты что думаешь? Да, ну, смотрите, так как моя компания не такая большая, у нас порядка 30 штатных специалистов всего, и процесс отбора достаточно долгий и сложный. В среднем технического специалиста мы подбираем порядка, наверное, двух месяцев. Серия собеседы, а не выбор. Поэтому, в принципе, новость тоже интересная. Хотелось бы обсудить, как это происходит у коллег с более большими штатами специалистов. Ну, хорошо, давай сейчас и поговорим о кадровых договоренностях крупных игроков Ронета. Компания Parallels, Яндекс, Лаборатория Касперского и ПАМ-Система и Кроникс договорились не переманивать друг у друга сотрудников. Соглашение носит устный характер, касается программистов, которые находятся в России. Предполагается, что с помощью достигнутых договоренностей станет возможным сдержать гонку зарплат среди IT-специалистов. Да, я было сказал в начале, что там Mail.ru в этом договоренности нет, видимо, не присутствует, поскольку не указано в новости. Это я нафантазировал. По вашим ощущениям, зарплаты в онлайн-сегменте раздуты или нет, Шахар? Не знаю, все относительно. Относительно других стран нет, относительно России, да. Это же, как бы, относительно всегда зарплата, это относительно рынка существующая. Ну, да, представимся, какие зарплаты на сегодня в той же Америке или в Израиле, например, тоже еще одно из таких МЕК Тель-Авив, да, вот, известно, место, где очень много рождается IT-стартапов. Какие зарплаты там, на сколько они процентов выше? Ну, относительно россияне фантастические на сегодняшний день. Да ладно? Да, довольно много. Сегодня, по крайней мере, в Израиле зарплаты стали такие же, как в Калифорнии, а там они всегда были очень высокие. В Калифорнии, да. Да, и, скажем так, даже на самом деле сейчас такой Калифорния переживает второй бум, как в добрые 2001-м годах, когда было мало специалистов, зарплаты были фантастические, люди не совсем знающие свое дело. Сегодня очень много профессионалов там, но потребность еще выше, и зарплаты просто взмыли. То есть они хуже, чем, ситуация хуже, чем в России, в Калифорнии? В одном плане это хорошая новость, да, то есть действительно здесь можно относительно, относительно Калифорнии, безусловно, очень дешево. Относительно рынка всего очень дорого. Поэтому любое действие, которое направлено на то, чтобы каким-то образом, на самом деле, есть два конца, да, то есть один это договариваться о том, что мы друг друга не переманиваем и таким образом сдерживаем цены. Путь другой увеличивать количество мест и обучений, где можно получить новых специалистов качественных. Ну да, это тоже путь, к которому мы с Андреем идем, например. Между прочим, я как-то так получается рекламировал. Он благой. Да, рекламировал. Благой и тяжелый я тебе скажу. Кстати, напомню, что вот по поводу договоренности, в этом, кажется, году случился скандал США, когда выяснилось, что соглашение о неперемании сотрудников существует между Apple, Google, Adobe, Pixar и Intel. Да, и суд признал этот сговор незаконным. Вот такие вот дела. А вот насколько в России это законно, мы можем сейчас послушать точку зрения инициатора этого соглашения или одного из инициаторов, сооснователя, параллель Станислава Протасова. Станислав, вы с нами? Да, здравствуйте. Приветствую. Как бы вы прокомментировали вот это вот соглашение, насколько, какие цели, прежде всего, оно преследует? Слушайте, ну, соглашение о непереманивании мы не заключали, потому что его тут точно очень трудно в России заключить, да. Это заключалось соглашение о том, что мы не ведем HR-войн, да, то есть, когда там, скажем, по уходу человека мы кровь из носу пытаемся из этой компании, куда человек ушел, взять человека себе. Ну, то есть, чтобы как-то работать более-менее цивилизованно на рынке. Вот, поэтому, если честно, то вот то толкование, которое эта новость получила, она сначала удивила меня лично, да, но потом я подумал, что это, наверное, логично думать, что вот там плохие большие компании собрались вместе и договорились, чтобы зарплаты не расти. Ну, это, кстати, наш случай, мы ни в коем случае не смотрим это негативно, просто вот я привел пример. Ну, я вот висел на мюте, да, и как раз слушал о том, что договорились о том, чтобы зарплаты не расти. Но договориться о неросте зарплат можно в индустрии, которая достаточно сильно консолидирована, да, там, где работодателей очень мало, скажем, там, GM, Toyota, BMW, да. А в айтишной индустрии, в России, я думаю, что, наверное, десятки, а может даже сотню тысяч компаний, которые нанимают айти-специалистов и договориться в этих условиях, ну, договорились три участника, но от них все ушли куда-то еще. Если не для этого, то зачем такое соглашение? Смотрите, во-первых, как бы, естественно, что мы общаемся, естественно, что мы друг друга знаем, да, вот хочется избежать именно HR-войн, то есть, когда начинается там, они у нас переманили, мы у них переманили, теперь мы переманим, это реально там становится уже смыслом жизни, да, такая борьба, кто у кого больше переманит. Это достаточно бессмысленная вещь, никому из участников она не приносит ничего, кроме занятия какими-то странными вещами, и, конечно же, мы как-то пытаемся друг с другом разговаривать, чтобы работать цивилизованно, да. Но вот если сегодня там человек придет и подаст резюме в компанию Parallels из любой компании российской, и даже не российской, мы его проинтервируем, и если он нам понравится, мы сделаем ему джоп-оффер. То есть, договоренности такого плана, что там мы кого-то не нанимаем, их нет. То же самое верно для других, любых людей, с которыми мы там консультируемся. Если кто-то из Parallels уходит, они его интервьюируют, нравится человек, делают предложение. Ну, то есть, это скорее соглашение о дружбе вообще, нежели стремление как-то вот сделать анклав, который сдерживает рост благосостояния IT-специалистов. Это невозможно сделать такой анклав, вы понимаете? Дело в том, что в России стоимость IT-специалистов, она растет из двух причин. Первое, это удорожание жизни в России вообще, и второе, это то, что IT-специалистов меньше, чем спрос на них. Вот вы там разговаривали сейчас про Калифорнию, ну, здесь то же самое, в сущности. Может быть, даже еще хуже. То же самое имеете в виду с точки зрения размера зарплат? Нехватки. А, нехватки. Нехватки людей. Не хватает людей, растут зарплаты. Все, тут просто иначе быть не может. А насколько сильна конкуренция, с вашей точки зрения, российского кадрового рынка с западным? Насколько много зарубежные проекты высасывают, учитывая то, что границы, в общем-то, упали, стали прозрачными, высасывают из России кадров ценных? Ну, не так много, на самом деле. То есть, все равно люди, конечно же, уезжают, но вот такого отъезда, который там 10-15 лет назад был виден, его нет. То есть, более-менее, эти специалисты удовлетворены своей жизнью в стране и теми доходами, которые они получают на сегодня? Слушайте, ну, 15 лет назад разница была в зарплатах там 10 раз, а сейчас она там 2-3 раза. И она сокращается. Поэтому, конечно же, многие люди, особенно люди, у которых там есть семьи и так далее и тому подобное, предпочитают по возможности оставаться в России. Хорошо, спасибо большое. Это был комментарий сооснователя параллель Станислава Протасова, также одного из инициаторов этого соглашения. Коллеги, продолжим обсуждение вообще по кадровому рынку. Именно поэтому, собственно, мы взяли эту новость. Не для того, чтобы подчеркнуть то, что компании что-то замышляют, не дай это бог, наоборот. Не для того, чтобы поговорить о том, что происходит, собственно говоря, в стране. Значит, вам-то кажется все-таки как? Насколько ситуация конкурентна на российском рынке, в сравнении с калифорнийским, да, или, например, или израильским, или еще каким-то немецким? И как будет дальше развиваться, собственно говоря, положение вещей в шахрах? Ну, мне кажется, как бы, знаете, такие проблемы бывают, когда действительно совсем мало игроков, совсем мало компаний, которые нанимают, совсем мало специалистов, которые есть. Рынок в абсолютном величине, это действительно все-таки десятки тысяч уже людей и большое количество компаний. Поэтому есть динамика, на которой по-прежнему можно как найти очень качественных специалистов, так и очень качественных работодателей. Мы сейчас не находимся в ситуации, когда там еще несколько лет назад, когда было мало совсем, либо тех, либо других в абсолютном величине. Тем не менее, как правильно было замечено, сейчас цены приближаются к тем, что есть на Западе, они в два-три раза отличаются, и поэтому, как бы, они могут дальше расти, если при этом не будет появляться новых кадров и не будет построено больше университетов, занимающихся подготовкой специалистов. Причем университетами я называюсь не университетами, персей, а те же самые компании, мы в конечном итоге поставляем кадры, чем больше есть людей, задействованных в индустрии. Окей, Шагр, я позволю, если время заканчивается, коротко дать из Твиттера ответы. В Твиттере Максим Спиридонов, это мой Твиттер, мы его используем во время программы для задавания вопросов по теме звучащей новости. Мы спросили в Твиттере, какими мерами можно ограничить рост зарплаты IT-специалистов и нужно ли его ограничивать? Вот какие ответы мы получили на этот вопрос. Чтобы слезть с нефтяной иглы, нужно поощрять любую интеллектуальную деятельность. То есть, в общем, типа, того не нужно, как останавливать, имеет в виду очевидно отвечающий. Другой ответ. Он будет, естественно, ограничен возможностью за те же деньги обучить специалистов, если удастся победить миграцию по компании. Это обучение, оно конкурирует отчасти с такой кадровой работой. И это очень правильный процесс, если и когда он верно построен в отрасли в целом и в компаниях конкретно. Ну, ответ еще не нужно, а так это вопрос образования конкуренции. Еще ответ. А зачем ограничивать? Если так, то можно вместо высокой зарплаты предлагать бонусы. Как это делает, вот приводит пример Lingua Leo, один из стартапов. Вот такие вот ответы. Нужно нам двигаться дальше. Я понимаю, что осталось немного времени до того момента, когда мы уйдем на новости. Скажу о том, что следующее обсуждение будет не менее волнующим и интересным. Собственно говоря, после выпуска новостей мы будем обсуждать конфликт социальной сети ВКонтакте и организации Лига Безопасного Интернета. Напомню, что в студии Шахар Вайсер и Андрей Гавриков. Меня зовут Максим Спридонов. Мы звучим на 99,6 в Москве. Оставайтесь с нами. Как и обещано, мы продолжаем, друзья. Это Рунет Сегодня, рассказ о главных событиях интернета в ушедшую неделю. Меня зовут Максим Спридонов, гость и выпуска Шахар Вайсер, основатель и руководитель сервиса GetTaxi и Андрей Гавриков, гендиректор маркетинговой группы Комплета. В Рунет Сегодня мы не раз обсуждали тот факт, что социальная сеть ВКонтакте является самым большим в Европе хранилищем незаконного, нелицензионного видео и аудиоконтента. Но, несмотря на то, что об этом известно всем и каждому, до сих пор никаких радикальных мер ни государство, ни правоподательный отчет не приняли. Как вы думаете, коллеги, почему? Какие версии, Андрей? Так, ну, смотрите. Это self-generated content, который самостоятельно пользователями генерится. Да, и придумать какой-то механизм автоматически, чтобы это сделано, невозможно. А представители ВКонтакте, я прекрасно понимаю, сколько там сейчас миллионов уже людей там. Порядка 30, да, наверное, если не больше. Не-не, бог с тобой. Больше гораздо. Гораздо больше, да. По количеству регистраций за сотню миллионов. Ну, я живых имею в виду, да. То есть, по факту проконтролировать... Живых, все равно миллионов 40-50, наверное, точно. Проконтролировать активность 50 миллионов людей ежедневно, что они там вносят, какой контент, дополняют, это, в принципе, физически невозможно. Есть опыт Фейсбука, который просто не позволяет вносить аудиоконтент, понимая, что это будет ровно такой аудиоконтент прежде всего. В данном случае мы тогда потеряем аудиторию ВКонтакте. Это ВКонтакте потеряет нас, а не мы аудитория ВКонтакте. Да, то есть, ну, ВКонтакте, да, если так перефразировать, то в таком случае, да, то есть, будет огромный отток. Не нас, так скажем, потому что я, например, не храню аудиозаписи ВКонтакте, вообще мне не пользуюсь, а ту аудиторию, которая является, скорее всего, корневой для нее. То есть, молодежь, там, 12-25. Шахар, ты почему думаешь, почему до сих пор не добрались, в общем-то, порой скорые на расправу российские власти, не добрались до ВКонтакте, где масса всего, до чего можно докопаться? Я поясню, у меня иногда, как бы, у нас много таких удивительных вопросов, может быть, все на поверхности, вот, есть, как бы, сложные вещи, а есть вот на поверхности. Я не понимаю, почему иногда, иногда, часто это остается также на поверхности и персон Нонграта, потому что действительно ВКонтакте известный такой исчадие незаконного контента. Вопрос всегда действительно баланс, то есть, что-то user generated, что-то сделано людьми, что-то, что-то нанесено основателями ВКонтакта специально, потому что это является таким магнитом для спроса. Я думаю, что все людьми, потому что, естественным образом, они это делают, просто им дали для этого инструменты. Ну, вопрос, да, ты делаешь инструменты, которые помогают это делать, или инструменты, которые могут это... Ограничить. Да, ограничить. Ну, хорошо, давайте поговорим сейчас о конфликте ВКонтакте и, вроде бы, сторонников чистоты сети. Руководитель ВКонтакте Павел Дуров обвинил бизнесмена и председателя правления Лиги безопасного интернета Константина Малафеева в организации медийной атаки на соцсеть в августе этого года. Дуров сообщил, что предприниматель пытался таким способом склонить владельцев ВКонтакте к переговорам о покупке их долей в проекте. Константин Малафеев отвергать обвинение, указав на то, что созданная им Лига безопасного интернета сейчас успешно сотрудничает с социальной сетью. Это действительно так, кстати. Об этом не раз говорил Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги безопасного интернета, о том, что у них сотрудничество строится довольно эффективно. По крайней мере, строилось до сей поры. Возможно, они поссорились, и дальше будет как вот, как, дай бог памяти, как поссорились там Иван Никефирович с кем-то еще. Боюсь переврать классика. Значит, как вы думаете, могла ли это быть такая попытка шантажа со стороны вот такого вроде солидного миллиардера, который владеет разными активами? Какие версии? Задумались, коллеги. Я не знаю, насколько это стоит обсуждать, потому что оба человека кажутся мне людьми яркими. Ну хорошо, не будем. Стоит ли сейчас ради ВКонтакте вообще, стоит ли ради проекта, будущее которого может быть не самым безоблачным в контексте того, что затягиваются-то гайки-то правительства, мы рано или поздно доберутся они до них. Определенно доберутся, то есть что-то придется менять им. Стоит ли ради этого сейчас так серьезно, ну как бы, влезать, пытаться стать акционером с ноги? Ты бы стал это делать? Ого, я просто считаю, что... Или я опять ставлю тебя в некорректной ситуации. Я просто считаю, что как бы это палка в двух концах. С одной стороны, хочется, чтобы был какой-то контроль авторских прав, потому что в противном случае при его отсутствии нет развития интеллектуальной собственности. И с другой стороны, как обычно, не хочется, чтобы под эгидой контроля авторских прав переходило это в нечто другое. Поэтому, говорю, палка в двух концах. В ВКонтакте есть много, что можно поменять, связанное с авторскими правами, что сдерживает сегодня развитие авторских прав, как музыкальной индустрии, видеоиндустрии и так далее. Также и очень аккуратно с этим надо быть, потому что под этой эгидой можно перейти в совсем другой контроль, который мы не хотели бы видеть там. Андрей, добавишь что-нибудь? Да, да, в принципе, согласен здесь, что опять же по-российски все это решается топорно. То есть прямым таким методом надо искать какую-то грань, которая устроит и государство непосредственно, и пользователи этой сети, и собственников их. По поводу, опять же, скажем, моей позиции, кто там прав, Павел или Константин, останутся здесь нейтрально, потому что в последнее время очень четко прослеживается медийное воздействие и с точки зрения ВКонтакта, как они любят к себе прилечь внимание какими-то такими вот поступками достаточно эпатирующими, что, в принципе, является тоже стратегией продвижения, скажем, бренда, да. Но спорной часто стратегией, особенно учитывая некоторые заявления, собственно, господина Дурова. Да, опять же, вспоминаем целевую аудиторию, на которую рассчитан этот проект, портал, который поддерживает, и, в принципе, вот аудитория, как уже говорили, там от 14 до 25, это является, в принципе, положительным действием, да. Да, конкретно про воздействие вот Малафеева и Ко на ВКонтакт через медийный канал судить тяжело, потому что я, честно говоря, за этим не следил. Ага. И сказать ничего не могу тут. Вообще, ВКонтакте, как таковая, на сегодня, вот есть компания. Я эту новость и взял для того, чтобы иметь возможность снова поговорить об этой любимой для меня теме, любимой в кавычках, поскольку, действительно, есть некая такая черно-белая оценка этого проекта. Говорил за эфиром, это, собственно, начав разговор, получается, с одной стороны, на ВКонтакте смотрят, как на клон Фейсбука, который просто вовремя появился и построенный одиозными, порой взорвавшимися молодыми людьми, принимающими непоследовательные решения, напичканный бешеным количеством аудио-видео незаконного или соединенного контента, вот он такой-то, это вот черная сторона, белая сторона ВКонтакте, это мессия стартаперства в России. Это молодые люди с светлыми идеями, светлыми головами и чистой душой. Они построили прекрасную компанию, которая уже тянет на несколько миллиардов долларов капитализации и вообще флагман или один из флагманов российского интернета. И та другая точка зрения, конечно, не очень объективна. Ну, правда, наверное, как обычно всегда, где-то посередине, есть и то, и другое. Безусловно, когда есть, к примеру, успешные компании с большой капитализацией, это хороший мотиватор другим людям что-то делать. Дальше вопрос, из-за чего у нее такая капитализация и что это вся компания представляет, и там спорные есть мнения. Поэтому я не соглашусь, наверное, что это черно-белая, как бы как во всем... Если честно, вообще, ты выбрал главную новость сегодня. В прессе это черно-белая, точно совершенно. То есть, как правило, либо в таком ключе преподается она, социальная сеть ВКонтакте, либо в другом. Вот удивительные люди, светлые головы, либо наоборот, взорвавшийся молодняк, который, в общем, позволяет себе слишком много, и вообще напичкал, сделал самое большое файл-хранилище децензионного контента в Европе. Мы любили такая философия пиара той же компании, и в конечном итоге играть на контрастах, и много таких компаний еще, которые так делают. Ничего плохого, хорошего в этом, опять же, не знаю. Мы сегодня обсуждаем слухи относительно войны Павла с Константином, не знаю, было у нас на этой неделе так же... Мы обсуждаем вообще положение вещей ВКонтакте, и более широко, наверное, социальные сети, в равно эти, можем затронуть. Окей. Насколько мы знаем, что ВКонтакте происходит... Очень мало, закрытая компания. Да, да, это большая, но в то же время большая, действительно, успешная компания. Клон, не клон Фейсбук, опять же, сложно делать компаний. Давай скажем так, точно клон на входе. Да, то, что получилось в конце, это явно не Фейсбук. А в итоге они сильно разошлись. Да, и разные аудитории, и разные подходы. Тем не менее, факт остается фактом. Многие люди делают разные компании, не всем удается построить большую компанию с большой компенсацией, большой аудиторией, аудиторией лояльной, там, любящую эту компанию за то или другое, и при этом успешную. Поэтому я всегда, там, не знаю, поощряю, и у меня симпатия к успеху любому, да, опять же, заработанному. Там, относительно принадлежу, как бы, насколько близка мне компания или аудитория, или инструмент, наверное, нет. Но это по-прежнему не отменяет от того, что я сказал там в прошлой фразе. Поэтому... Андрей, я не требую тебе отношения высказывать в ВКонтакте. Да. Просто как-то прокомментируй. Да, ну, смотри, какая ситуация. Вот Шахар абсолютно верно завесил. Ребята добились успеха определенного, как бы, это факт. Пацан к успеху шел. Да. Пришел. Да, да, шел-пришел. Соответственно, мы не знаем целей конечных, да, к которым стремляются собственники бизнеса, владельцы. Ну, я тебе скажу сразу, собственники стремятся к максимальной капитализации компании, ну, видимо, выходу на IPO просто как способу этой максимальной капитализации. Если, да, как финансовые цели рассматривать, да. Мы, опять же, не знаем личной мотивации, ценности, какие присущи этим людям. И, соответственно... Да вроде правильно, кстати говоря. Интересно, извините, что я втыкаюсь. Я просто... Слушай, у тебя возникает желание оппонировать, и поэтому... Вроде правильные ценности, просто вот не очень, как мне видится, верно имплементированные в реальность. Не всегда. Возможно, возможно. Так. И поэтому тут случается уже конфликт ценностного восприятия, да, такого, если с психологией рассматривать. Кто-то воспринимает вот их действия, политику, как неправильную, некорректную, да. Кто-то рассматривает это как абсолютно нормальную. И вот возникает всего лишь конфликт интересов. Факт, сеть успешна, факт, прибыльна, факт, количество пользователей растет. Соответственно, факт, есть сторонники, кто за. Ведущая социальная сеть Рунета. Фактически корень Рунета, место, где люди и, как бы так сказать, сущности различной компании, бренды, группы музыкальные оцифровывают себя. Потому что сейчас вот эта вот точка оцифровки, она во всем мире требуется. Она везде более-менее там одна-две основных. Но при этом есть четко две аудитории. Есть аудитория ВКонтакте, есть аудитория в Фейсбуке. И это реально... Ну и все-таки ты забываешь, о которой есть одноклассники. Ну, окей. Это, видимо, совсем не твоя аудитория, ты ее не затрагиваешь. Но в России она тоже довольна. Да, но вот опять же при наличии там в Фейсбуке и ВКонтакте это две разные аудитории принципиально. И это как позиция жизненная, грубо говоря, в какой социальности ты находишься. Потому что другой-другой круг, другая коммуникация. Ты сказал, что успешный сайт, можно сказать, кор российского интернета, он также выражает все его проблемы. Опять же, мы говорили про контент, который нелегальный и так далее. Там все болезни отражены. Да, и при этом выставление этого контента как, наоборот, как достоинство этой сети. Даже не просто, окей, мы боремся с этим, но не получилось. А это вот наше кор, это наше все. И это такое действительно выражение общества в какой-то мере. А каков портрет, с твоей точки зрения, пользователей Facebook и пользователей ВКонтакте? Я думаю, в Facebook был гениальный ход с самого начала. Да, ведь многие вещи, которые сделал Марк, они гениальны не только потому, что вот многие есть такая позиция, Марку там повезло в правильное время и так далее. Он делал осознанно очень много интересных шагов, которые привели к успеху. Один из них привел к созданию той аудитории, которая есть. Он с самого начала сделал Facebook закрытым только для аудитории высших университетов, высшей лиги в Америке. Он это специально делал, хотя уже на этапе роста можно было открывать для всех. Было сделано для того, чтобы в результате образовался кор аудитории молодых, успешных, умных, интересных. Ядро, я буду тебя переведу, потому что не все знают это слово. Да, ядро. Ядро успешных, умных, молодых, интересных, других. Да, это было реально вот самое-самое яркое. Такое think different, эппловский, но на социальный манер. Да, да, абсолютно верно. И когда уже после этого, когда покрыты были все университеты, он открыл это публике, произошло чудо. Да, то есть когда в Фейсбуке были все на тот момент молодые, интересные ребята и так далее, и люди хотели туда присоединяться, то присоединялись опять же их друзья. И таким образом вокруг этого ядра нарастал другой уровень. Видимо, ты не знаком с историей ВКонтакте. Павел Дуров ровно то же самое повторил. Сначала это было... Может, ядро отличаются при этом все равно. Или во время исполнения, как два часа на пару, но не то. Сначала была ставка именно на университеты у него. Ну, это очень правильная ставка, да, не знаю, почему привело в конечном итоге к тому, что привело. Аудитории разные. Сегодня, если у тебя есть возможность пользоваться Фейсбуком, то это возможно. То есть люди не... Ну, как бы это две разные аудитории. Но Фейсбук, одним словом, он какой? Более... Более демократичный, более инновационный, более интересный. С твоей точки зрения. Хорошо. С моей точки зрения, конечно. Понятно. Значит, коллеги, нам нужно уходить на новости. И после небольшой паузы мы поговорим о том, есть ли причины у компании Google, у глобального Google, беспокоиться за свободу интернета во всем мире. Осталось немного времени, но мы еще поговорим о важном событии, которое взято нами. Возможно, как вот выразился Шакар, как кор, как корневое событие, ядро этой программы. Поскольку нам видится весьма ярким и неожиданным заявление Google, которое было сделано. Но до того сообщу о том, что вы слушаете сегодня, 26 ноября 2017 года. Говорю, для тех, кто слушает нас в подкасте, если вы этого не делаете, то напрасно. Делайте это в обязательном порядке. Подписаться на подкаст можно через iTunes, набрав ровно сегодня, либо зайдя на сайт финанс.фм, где, кстати говоря, идет трансляция. Кто не знает, подкаст-то возможно послушать программу в любое удобное время в mp3-файле в записи. Меня зовут Максим Спиронов, как уже говорил, о Шахар Вайсер и Андрей Гавриков. Это гости студии, которые комментируют вместе со мной события, ушедшие недели в области цифрового пространства, интернета, социальных сетей и так далее. Значит, прежде чем перейти к обсуждению следующей новости, задам вопрос. Коллеги, чувствуете ли вы лично ограничение вашей свободы в интернете? Шахар. Ну, слава богу, пока не чувствую. Андрей. То же самое. Нет, вас никто не ограничивает. А каким может быть это ограничение, как тебе кажется? Вот, скажем, сегодняшние инициативы, ну, последних месяцев, инициативы исполнительной власти России, они могут повлиять на тебя лично? Да, да, частично да, если все будет продолжаться делаться такими же топорными методами. То есть я сторонник того, что все-таки привлекать специалистов, не признанных специалистов вот в кругах, скажем, нашего государства, да, которые они сказали, вот этот специалист за это, он будет этим разбираться. Нет, должен быть... Это умненький мальчик, он все знает. Да, да, то есть тут должен быть какой-то, возможно, общественный комитет, но, опять же, создаваться это должно не с точки зрения, с подачки государства, да, то есть вот какая-то лига, может быть, создается автоматически. Создалась тут лига безопасного интернета. Отношение к ней двоякое. Да, да, опять же, да, то есть у людей, скажем, нет такого понимания, что это все для их безопасности создается. Поэтому возникает вот этот конфликт. То есть некоторые люди явно видят, что это вот ограничение их свободы. Ну, а какие инструменты были бы эффективны с точки зрения, с одной стороны, эффективной фильтрации небезопасного контента, а с другой стороны, неограничение свободы, как ты считаешь? Есть такие инструменты вообще? Существуют они? Ну, вот как бы... Мне даже сложно это комментировать, потому что, действительно, с одной стороны, наивно думать, что не нужно вводить какие-то системы контроля на уровне правовом или на уровне даже технологическом, потому что в конечном итоге интернет такие же телекоммуникации, как и телекоммуникация, это эволюция. И не иметь контроля, который позволяет делать те или другие вещи, необходимые обществу, наверное, плохо. С другой стороны, боязно. А с другой стороны, очень боязно. То есть очень-очень боязно, потому что вопрос, кто это будет решать. И вот это боязно, как и все, что, наверное, в нашем государстве. Как бы цели хорошие, а как делать будем, это очень спорно. Но спорно и непросто все не только в нашем государстве, поэтому сейчас поговорим о либертанских инициативах Google. Компания Google начала сбор подписей под электронные петиции в поддержку свободного интернета. Акция приурочена к серии закрытых заседаний Международного союза электросвязи, на которых будут рассматривать предложение об усилении цензуры в сети и расширение полномочий представителей госструктур в вопросах управления интернетом. Первое заседание организации назначено уже на 3 декабря. Электронная петиция, о которой идет речь, называется Take Action. В ней сказано, в свободном мире без границ интернет должен быть доступным. Возможность повлиять на судьбу интернета должна быть не только у правительств, но и у миллиардов интернет-пользователей и технических специалистов во всем мире. Прежде Google крайне редко послал такие явные ноты протеста или там ноты беспокойства, тем более на глобальном уровне. Как вы думаете, есть основания беспокоиться у Google? И есть ли основания предполагать, что вот так вот такое мировое правительство, которое мы даже не понимаем, из кого у нас стоит и что это вообще за люди, условно мировое правительство, тот комитет, он сейчас нам крайне это позакручивает? Ну, Google, мне кажется, берет на себя какую-то некую миссию. И тут не то, что Google есть чего бояться. Это компания, которая берет на себя непростую миссию, потому что даже вот сейчас, когда ты спросил прошлый вопрос, мы, с одной стороны, сказали, да, нужен какой-то минимальной инфраструктуры для контроля необходимой любым государствам, а с другой стороны, есть опасность, как это будет применяться. Google берет на себя ту миссию сказать, окей, я буду связывающим звеном, который может привести либо экспертизу, либо хотя бы сделать эту дискуссию открытой, на мой взгляд. И ведь самое опасное во всем, что мы сейчас сказали, кто будет решать, как мы будем это контролировать и что будем с этим делать. Вот если это дискуссия по тому, как мы решаем, как это работает, открытая, то, по крайней мере, мы понижаем те риски о том, куда, к чему это может привести. И мне кажется, вот в этом позыве Google есть не призыв, окей, будем или не будем, или как будем, а давайте сделаем эту дискуссию горизонтальной, через засекающиеся страны и, по крайней мере, будем обсуждать, как мы это будем делать и приведем какую-то экспертизу. Это мое понимание, мое толкование того, что... Как известно, демократические процедуры нередко приводят ни к чему. То есть давайте поговорим с народом, народ что-то там пробулькал, при этом он еще неоднородно это пробулькал, невнятно, и в итоге кто-то сказал, слушайте, ну давайте я приму решение. И принимает решение. Ну, часто приходит такой сильный человек и говорит, ну вот так вот. В данном случае ровно наоборот. В данном случае у тебя есть государство конкретных стран, которые говорят, мы будем делать там ABC. И никакой альтернативы, либо технической экспертизы, либо открытой дискуссии. Поэтому мне кажется, что это некий как раз баланс тому, что сказать, окей, да, необходима инфраструктура контроля, но при этом эта дискуссия должна быть открытая. Это баланс тому, чтобы это как раз не привело к тому, что, как ты сказал, там сильный или умный мальчик скажет, будет так или иначе. Я еще раз вот введу в контекст всех нас, в том числе слушателей. С 3 по 14 декабря Международный союз электросвязи, существует такой, запланировал конференцию, посвященную международным коммуникациям, на которой по утверждению Google могут быть внесены изменения в регламент международной электросвязи. Это некий договор, который существует с 88-го года. Изменение регламента даст возможность правительствам оправдать цензуру в сети. То есть это на глобальном уровне, типа того, что дается такое вот «ребята, можно». Вот. И кроме того, предполагается облагать крупнейшие интернет-компании пошлинами при передаче информации через границы, что в свою очередь может привести к локализации интернета и сетевой изоляции некоторых стран. Интересно, что на сайте Международного союза электросвязи документы, связанные с подготовкой конференции, запаролены. Как теперь вам? Не беспокойно за наше с вами будущее? Да, ситуация какова. Опять же, тут очень много игроков, очень много интересов. Прекрасно понимаем светлую эту миссию, под которой идет все это дело, да, безопасность интернета во всем мире. Понятно. Опять же, мы знаем Организацию Объединенных Наций, как некоторые игроки, несмотря на договоренности и так далее, вступают в различные конфликты. Поэтому, по большому счету, на мой взгляд, как уже искал Шахар, абсолютно верно, максимально открыто все должно происходить. То есть, да, возможно, какие-то первичные заседания могут пройти в таком закрытом формате и обозначить проблему, что вот есть А, Б, В, что мы хотим решать. И давайте думать, как мы будем это решать. И опять же, какие организации вводят такие сложные сейчас ограничения для интернета? Россия, да, у нас. Возьмем Китай с закрытым интернетом вообще. И как я смотрел список перед передачей государств, которые, в принципе, уже ввели такие законы, но я не скажу, что это сильно какие-то развитые государства в экономическом и социальном плане. То есть, возможно, Google сейчас по этому начинает волноваться для того, чтобы эти государства не стали совсем закрытыми. Ну, вот смотрите, если говорить совсем просто, то некие анонимные чиновники, никем не избранные и не подконтрольные простым гражданам своих стран, но существующие на экнологии, походящие в этот комитет в рамках ООН, соберутся на закрытую конференцию, предположительно, с целью кардинально поменять правила игры в сети. Вот. И поэтому Google бьет на бат. В общем, дань справедливо. Странно даже, если это имеет под собой основание, что к нему не присоединяются те же самые Facebook, там, Apple, кто еще, там, Microsoft, другие крупные игроки. Ну, да, и такая ключевая, может быть, под шумок, может быть, очень интересный момент такой исторический на самом деле. Потому что особенно, особенно если будет что-то постановленное, при этом ты еще не часть этого постановления, то потом только пожинаешь результат. Мы в Твиттере, Максим Спридонов, в моем Твиттере, который используется во время программы в служебных целях, задали вопрос, кто должен управлять мировым интернетом? Вот, ответы были, там, много гемористических, типа того, что я, разумеется, вот, ну и такие, никто, интернет должен быть саморегулируемым. Вот этот вопрос хотел бы я коротко обсудить. Может ли быть интернет саморегулируемым? Вот, на самом деле, все, что мы обсуждаем сейчас, вот, и это обсуждение тоже, оно вот про это. Мы снова и снова возвращаемся в рамках страны, в рамках планеты, к одному и тому же вопросу. Может ли быть интернет саморегулируемым? Может ли толпа быть мудрой? Вот это вот такое из интернета, мудрость толпы, да, недавно такой красивый термин. Или толпа по умолчанию? Это стадо? Ответ, по-моему, есть. Удивительно. Интернет впервые дал возможность саморегулирующему обществу быть. Возьмем Википедия. Википедия — фантастический результат того, когда люди все вместе регулируют качество того, что там написано. И это привело к построению более профессионального документа. Построено всеми и вся. Википедия сказала, вот правила, и вот всем нам известны эти правила, и мы все друг за другом в данном случае помогаем, не следим, помогаем. Эти правила соблюдать и корректируем, если ошибаемся. Это пример маленького, большого государства, если хочешь сказать, потому что там огромное количество людей, построение информации. Почему бы здесь? Ведь о чем мы должны, по идее, я за контроль и регуляцию, но при этом, когда правила открыты, и мы вместе говорим, что такое хорошо, такое плохо, дальше эти хорошо и плохо публично известны, и все присутствующие в этой комьюнити, так называемом интернет, могут за этими правилами следить. Википедия тому пример. И как раз и Google, насколько я понимаю его инициативу, как раз сводится к этому. Окей, мы хотим регулировать, давайте договоримся о правилах, хорошо, плохо, сделаем их публичными, все вместе мы можем за этими правилами следить, есть тому хорошие примеры. Как раз интернет, наверное, первое общество, где это впервые, демократическое общество на практике может быть применимо. Мы как раз здесь пытаемся то, что сейчас происходит, когда каждая страна пытается сделать, это возвращение как раз наоборот и такому административному праву, который, наверное, не так применимый здесь. Ну, то есть этот путь, путь тупиковый получается. Путь обратный, он даже не тупиковый, он путь назад. Ты веришь в мудрость толпы, Андрей? Ну, у меня немного другая точка зрения. Я за общественное, скажем, мнение, понимание каких-то проблем, свои цели, но как бы толпы все равно должны быть лидеры, управленцы, которые помогут посмотреть не только на текущий момент, какие существуют проблемы по какому-то вопросу, но и стратегически какое-то, имея видение, посмотреть, к чему это придет в будущем. Исторический опыт, что все утыкается в итоге в амбиции этих управленцев. Да. Поэтому, мне кажется, надо думать не только о крайностях, либо полностью отдать все это на откуп государству, либо полностью на откуп непосредственно народу. Надо продумать какой-то механизм, который позволит совместно взаимодействовать более качественно. Те же самые лидеры, которые будут избираться по каким-то критериям. Я не знаю, это уже, наверное, больше политические такие вопросы. И будут двигать... У нас в Витрии же отвечают, я. Да, вот у нас есть там две-три человека. Вот знали бы только вон, что он существует. Да. Собственно говоря, вот моя позиция такова. То есть все равно должен быть кто-то, кто будет настроить этот толпы. И дальше вопрос, каким образом его выбрать и найти. Коллеги, нужно заканчивать. Нам, к сожалению, осталось буквально несколько секунд, в которые скажу вот, что это была программа «Рунет сегодня». Слушайте нас каждый понедельник на 99,6. Меня зовут Максим Спиридонов. Пока.